Приветствую вас, уважаемые любители бани, Аз Лисогор. И сейчас расскажу вам, кто же все-таки лучший банщик в мире, что я недавно понял. Я понял, кто самый лучший в мире банщик. Вот люди все время пытаются определить, кто лучший банщик, кто лучший пармастер, кто лучше вениками мажет, кто больше денег зарабатывает. Не, ну кстати, кто самый лучший пармастер в мире, это можно измерить, да. Кто больше всех зарабатывает, тот, видимо, и самый лучший. Но это в другой раз, это обсудим, потому что сейчас речь идет о банщиках. Банщики это люди, которые были всегда, это передается из поколения в поколение. Это пармастера появились недавно, и слава богу, что они есть. Я тоже пармастер, и очень этому рад, поэтому, кто же самый лучший банщик? Вы, наверное, думаете, что Аз Лисогор самый лучший банщик? Возможно, для кого-то Аз Лисогор самый лучший банщик. Но я эту историю давно услышал, и вот недавно полностью это осознал, что самый лучший банщик – это тот, кто в данный момент находится рядом с вами. Вот недавно я ездил в Москву, в Питер, и там, конечно же, я ездил в баньку, потому что, ну а как, в городе там вся эта тяжесть давит на тебя, выхлопные газы и шум этот, и хочется в бане снять вот это напряжение. И в баньке я побывал у Евгения, да, это в Калужской области, он себя называет «дальневосточный вентилятор», это он сам так вот себя называет. А если кто-то знает про него, то вы понимаете, о ком я говорю, да, и о чем. У него свой стиль, да, в бане, как он это делает. Вот, что-то мне, естественно, понравилось, что-то не понравилось. Ну, как и всегда, потому что я давно в этом деле подмечаю очень маленькие, тонкие, невидимые моменты, которые, на мой взгляд, важны. И составляю уже свое мнение не как гость, да, а как профессионал, прежде всего. Вот, а если говорить, что как гость, то, конечно, в тот момент, когда я там парился, у него, он для меня был самым лучшим банщиком в этот момент. Было круто, попарились, отдохнули, потом домой поехали, там с Добромиром, правда, ехали, там, хрен знает сколько, пять часов. Но в Москве у них там свои измерения времени, у них это нормально считается. Вот, потом я поехал в Питер, и после презентации книги про баню, в том числе, да, и про мухомор, поехал в баню к Славе Столярову, и в этот момент, когда я у него парился, он для меня был самым лучшим банщиком. У него в Питере классная банька, прямо в квартире, и для петербуржцев, я думаю, лучше и не найти, потому что речь идет именно о бане, которая находится прямо в городе. Вот, поэтому обращайтесь к нему, если вы в Питере, баня к себе называется, если вы в Москве съездите к Евгению, или еще куда-то, неважно, куда вам больше всего понравится, потому что баня это настолько глубокое явление, и если учесть, что раньше вообще в каждом дворе баня была, да, и у каждого были какие-то свои секреты, которые были понятны только этой семье, а в другой семье этого не было, да, они это не принимали и не использовали. Вот, поэтому самый лучший банщик, это тот, кто находится рядом с вами. А если вы хотите поучаствовать в каких-то соревнованиях, в состязаниях, в турнирах, или еще где-то, то, конечно же, сделайте это, потому что, если вы этого хотите, если вы этого хотите, то это нужно сделать. Но это нужно делать из состояния любви, а из несостояния конкуренции, потому что в бане конкуренция приводит только к одному, к проблему. Вот, и были случаи, когда люди умирали на соревнованиях в бане, да, раньше, когда не было соревнований по банному мастерству, о том, как люди парят, машут вениками, там, и все прочее, были соревнования вообще предельно простые, люди залазили в парную и соревновались, кто дольше там просидит. И такие мероприятия заканчивались смертями участников, да, и это не шутки, на самом деле. Поэтому любые соревнования всегда происходят от слова ревность, да, совместная ревность и конкуренция, а это всегда приводит к проблемам, потому что, когда вы в состоянии борьбы, вы никогда не выиграете, и вы никогда не приобретете чего-то по-настоящему ценного, потому что тот, кто вступил в борьбу, тот уже проиграл. Любое действие, особенно баня, которая связана с очищением, с оздоровлением, приемлемо только из состояния благости, из состояния любви. Даже если вы участвуете в каких-то турнирах, нужно участвовать прежде всего в состоянии любви, то есть делать это ради собственного роста, ради собственного саморазвития. И это, конечно же, происходит в те моменты, когда вы участвуете в турнирах, 100%. Причем, чем больше разных направлений турниров вы будете участвовать, тем лучше. Потому что сейчас много разных людей, которые тащат на себя одеяло, «Я лучший», «Да нет, моя версия лучше», «Да нет, это, это». Это уже путь в никуда, это путь в погибель. И мы сейчас видим, во что превратились соревнования, где за бабки люди готовы продать свою душу. И пармастера вообще там ушли на вторичный план, даже не на вторичный, а вообще их там 16-е место. И с этим нужно что-то делать. И с этим люди, которые горят в бане по-настоящему, которые пришли туда с самого низа, которые прошли огонь, воду, да, и медные трубы. Эти люди с этим что-то сделают в будущем, вот 100%, я вам говорю. Да, потому что вот эта вся мишура, которая сейчас, пена, да, как у меня дед тут говорил раньше, еще давно, да, что сначала, когда какое-то явление происходит, какая-то пена, вот она вот по волнам летает, там что-то люди пытаются сделать. И все это преобразуется в какие-то такие странные, уродливые формы, где люди там каждый своего там проталкивают, что-то за бабки там пытаются своих выкупить. Но это не значит, что это плохо. Это такой этап развития. К этому надо относиться спокойно и по этому поводу не переживать. И когда вы едете на такие турниры, вы должны просто это знать и принимать, да, то есть быть в принятии и не отправлять туда свою энергию. Понятно, что если вы там ученик не того человека, да, который там имеет связи или который деньги там заплатил за рекламу, и вы не из того города, да, то, скорее всего, вас не пропустят выше. Но это и не важно. Важно то, что вы там приобретете для себя. А приобретете вы там для себя гораздо больше, чем когда вы даже там выиграете или еще что-то, да, когда вам там за какие-то ковришки или за личные связи или за деньги отдадут какое-то место. Потому что все в банном мире, все все прекрасно понимают. И сейчас, когда есть интернет, людей не обманешь. Люди все прекрасно видят. Они знают, кто что может, кто достоин чемпионства, а кто не достоин чемпионства. И где фальш, и где обман, и где по правде все сделано. Люди все это видят. И от этого никто никуда не убежит. Потому что есть интернет. И люди вокруг у нас совсем не дураки, да. Люди все видят, все прекрасно понимают. И вот эти вот все состояния, да, когда ты пытаешься с кем-то бороться, ты в любом случае будешь бороться только с самим собой. Что бы ты ни делал, с кем бы ты ни конкурировал, с кем бы ты ни боролся, ты всегда будешь побеждать только самого себя. То же самое, если ты пытаешься кого-то обмануть, ничего не получится. Ты в итоге обманешься всегда только самого себя. Поэтому живите честно, участвуйте в турнирах обязательно, если вы этого хотите. И знайте, что самый лучший банщик, это тот, кто находится сейчас рядом с вами. Всего доброго, любите баню, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лесогор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok